Казыкарпеш и Баян-Сулу В 2020 году исполняется 155 лет со дня выхода в свет книги Казыкарпеш и Баян-Сулу. Казыкарпеш и Баян-Сулу – легенда XIV века. Была известна в устных вариантах в исполнении акынов Сабынбая, Бекбау, Жанака, Шоже, записанной в середине XIX века. Есть предположение, что на основе Казыкарпеш и Баян-Сулу Великий Пушкин намеривался написать собственную поэму, но ему помешала ранняя смерть. Любимая повесть, которую знает вся степь – «От Оренбурга до Зайсана. Верх казахской этики». Это история красавицы Баян-Сулу, которая влюбилась в Казыкарпеша. Так в конце XIX века писал известный исследователь Центральной Азии и Казахстана Геннадий Потанин. Старинная легенда гласит. Что в бескрайних степях болталы-баганалы проживали в давние времена два богатых человека – Карабай и Сарыбай. Не дал им всевышних детей, хотя одарил несчастливым богатством. И люди смеялись над Карабаем-Сарыбаем, жизнь которых уже клонилась к закату. Однажды на охоте встретились с Сарыбай и Караба и поведали друг другу о своей печали, что, мол, нет у них на старости лет детей, и решили, следуя бычьям предков, породниться, если жены их родят детей. Если сыновья будут у нас, пусть растут как родные братья, если будут дочери у нас, пусть растут как сестры, если появится на свет у одного сын, а у другого дочь, пусть когда вырастут, станут они женихом и невестой, мы поженим их без Колыма. Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарыбай. Карабай устроил той и дал дочери имя Баян. Теперь, когда не стало Сарыбая, он стал по-другому смотреть на заключенный между ними договор. «На мою погибель он появился на свет», – думал он о сыне Сарыбая. «Ведь он, не успев родиться, стал причиной смерти отца. Породнишься с таким, потом хлопот не оберешься». Безрассудно я поступил, объявив во всеуслышание о клятве. Корил он себя изо дня в день. «Несчастлив будет союз наших детей. Надо откачевывать подальше от Олос Сарыбая, иначе я потеряю все». «Всевышний карает клятва преступников», – сказала Карабай у жена. «А суд его суров. Ты погубишь не только себя, но и дочь». «Что же было дальше?» Карабай помолчал, сведя хмуро брови. «Пусть козы Карпеш и Баян с Луни встречаются друг с другом. А там, глядишь, и люди забудут о моей клятве. И тогда я выдам дочь за человека, который сможет заплатить мне колым». Тринадцать лет прошло. Устала жена Карабая от беспокойной жизни и однажды рассказала Баян все без утайки и о клятве, которую ее отец дал Сарыбаю, и неожиданной смерти Сарыбая, и о ее нареченном козы Карпеши. «Рано или поздно козы Карпеш отыщет тебя», — говорила женщина дочери. «Ты узнаешь его по необычной примете золотому чубу на голове. Отец твой отступился от клятвы, но детям дано исправлять ошибки родителей». Подрастающий козык и Баян, еще не видевший друг друга, но связанный узами брачного договора, полюбили все-таки друг друга. Радость светлая ночует между трав цветочной чашки и дает, кому захочет, крылья птицы быстролетной. Горе злобное ночует по врагам да по норам и кладет, кому захочет, камень тягостный за плечи. Радость подымает кверху, злое горе давит книзу. Какие испытания ждали юный Баян, чем закончилось все, вы узнаете, если прочитаете книгу. А мы вам скажем, что на основе поэмы были созданы пьесы «Козы Карпеш» и «Баян Суу» и фильм «Поэма о любви» по сценарию Габита Мусрепова. В 1992 году известный казахский режиссер и актер Асанали Ашимов снял еще один фильм «Козы Карпеш» и «Баян Суу». Летом этого года в Кустанае прошел Пятый республиканский фестиваль этнических театров Казахстана. Постановка «Козы Карпеш» и «Баян Суу» государственного республиканского академического корейского театра забрала главную награду фестиваля. Профессиональное жюри наградило режиссера-постановщика Дину Жумамабаеву в номинации «Лучший спектакль». В 2011 году в Казахстане в качестве альтернативы Дню Святого Валентина предложили свою дату 15 апреля, посвященную «Козы Карпешу» и «Баян Сулу». Мавзолей над могилой влюбленных «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» расположен в Аягойском районе Восточного Казахстана напротив аула Танцык.